Вот на такую прикольную остановку приезжаешь, чтобы посмотреть замок. Это, оказывается, часы 1543 год. Вот как выглядит настоящий Макберт Штерн, чтобы убежать или в погреб, или на башню. Guys, смотрите на что это похоже. Меч в каком-нибудь 13-14 веке мог весить 4 килограмма. Огромный хвостный камин. Вот именно к этому столбу был прикован Банивар, который просидел здесь 6 лет. Шильонский замок. Его история насчитывает около 1000 лет. Один из самых известных замков Швейцарии и Европы. На протяжении всего своего существования служил различным целям. Сегодня мы с вами отправимся в этот замок, чтобы узнать больше не только о его истории, но и о рыцарях, торговле, пленниках, быту в те замковые времена. В общем, обещаю вам тотальное погружение. Когда он был построен? А так давно, что точная дата неизвестна. Но достоверные источники полагают, что первые стены здесь были возведены где-то в 10 веке. Одна из архитектурных фишек Шильона – 25 элементов разного времени постройки. В своем выпуске о Венских дворцах я уже рассказывал о том, как по различным стенам дворца можно определить время постройки. Точнее, не по стенам, а по окнам. Чем моложе постройка, тем больше окна. Меня зовут Егор Еремеев, вы на моем одноименном канале, где я путешествую по городам и странам, погружаюсь в местную жизнь, культуру и историю. Знакомлюсь с местными достопримечательностями и пытаюсь найти идеальный для жизни город. В этом выпуске мы не будем искать идеальный город, мы будем искать идеальный замок для жизни много веков назад. Вот на такую прикольную остановку приезжаешь, чтобы посмотреть замок. Да, ехал я из Лозанны, ребят, и чуть ветром меня сейчас не сдуло. На поезде можно доехать, в принципе, откуда угодно из Швейцарии. Поезда здесь отлично функционируют, отлично катаются. Вот на заборчике написано Шильон, Шатодэ Шильон. Также вот здесь по подземному переходу можно спокойно, не напрягаясь, перейти. И так вы видите Шатодэ Шильон. Можно ли прийти сюда из Монтрео, не дожидаясь поезда? Конечно, можно. Вы проедете через весь Монтрео прекрасный маршрут вдоль Женевского озера. Вообще, мне кажется, здесь все вдоль Женевского озера находится, потому что это одно из крупнейших вообще озер в Европе. Вот, я спустился, и вон уже наш Шильонский замок, в который я взял для нас билеты. Сколько стоит билет? Билет стоит 15 франков. Время посещения с 9.30 до 6, но последний заход в 5 часов вечера. Поэтому возьмите это себе на заметку, если будете здесь. Стоит ли посетить Шильонский замок или не стоит? Ну, если вы любите вообще замки, историю, то, конечно же, стоит. Это уникальный замок для Швейцарии. Чем он уникальный? Ну, прежде всего, это один из самых фотографируемых швейцарских замков. То есть, это, я думаю, говорит о многом. Еще один уникальный момент, что замок находится, по сути, в озере на маленьком островке. Почему он самый фотографируемый замок? Ну, вот вам пример несколько фотографий этого замка. Решайте сами. Субтитры сделал DimaTorzok Уважаемые смельчаки, если у вас с собой будут плавки, когда вы будете посещать Шильон, пожалуйста, вы можете прийти сюда на пляж и искупаться. Да, это пляж Шильонского замка. По маршруту, по которому я сейчас иду, можно свернуть. Здесь есть лестничка удобненькая. Представьте, да, искупаться в единственных метрах от замка. Круто. Очень много людей бегает, катается на велосипеде. В Швейцарии вот тема спорта, она очень развита. У меня вообще самого мечта взять и тащить сюда велосипед и сделать маршрут на тысячу километров по Швейцарии. Смотрите, на подходе к замку вот такая штуковина стоит, каменная, и торчит пушка из нее. Это защитный форт. То есть, если вдруг вы будете подъезжать и пытаться атаковать замок, вас атакуют в ответ. Что здесь было в начале? Римский форпост. Здесь контролировался проход между Северной и Южной Европой через Альпы. Это была стратегическая дорога, которая проходила через озеро и горы. Актуальная и сейчас, в двух сотнях метров от замка, находится шоссе, которое соединяет Швейцарию и Италию. Построено на 50-метровых пилонах, поэтому замок как бы под шоссе. Когда путешествуешь по Швейцарии и видишь все эти замки, то поневоле начинаешь думать, а кому же все это принадлежало? Замки существовали на протяжении веков, являлись домами для многих поколений королевских династий. И у нас с вами есть уникальная возможность бродить по коридорам, где когда-то ходили рыцари и королевские особы. Считается, что летописное упоминание замка в 1160 году относится к резиденции графов Савойских. Савойские дольше всего проживали в Шильоне в XIII и XIV веках. Пьер II особенно рекомендовал своему брату жить в замке, чтобы наслаждаться свежим воздухом. Эдакая дача или домик в деревне. В 122 километрах в итальянской ости есть еще один замок, который тоже использовался как резиденция во время передвижения на данном маршруте. А вообще, ребят, где было сердце Савойского царства? Турин. Турин. И казалось бы, да, итальянский. Турин. Один из главных экономических центров Италии. Как туда вообще добраться, отсюда, да, с этого замка? Очень просто. Вот если мы туда будем двигаться, вот туда, по прямой, и мы как раз с вами попадем в Турин. То есть тут вообще все очень близко, очень рядом. Да. Италия в ту сторону, Франция сюда, вот. Если мы вот сюда будем двигаться, то как раз мы попадем с вами во Францию. Что представляла из себя архитектура замка? Активная перестройка замка продолжалась на протяжении всего существования, вплоть до 15 века. Именно в этот период были возведены основные сооружения, определившие его исторический облик. Первыми сооружениями на вот этой Ширьонской скале еще в 11 веке были крепость и ее ограждение. У подножия первой высокой оборонительной стены скала была покрыта надстроенным сооружением, то есть пандусом. Таким образом, врагу предстояло преодолеть несколько препятствий. Он должен был пересечь ров, подняться по склону и перебраться через зубчатые стены, чтобы наконец атаковать крепость. В 12 веке пристроили вторую ограду на склоне ниже и подняли первую, чтобы контролировать ее. В 13 веке Минобороны Шильона продолжает осваивать военный бюджет. Филипп I Кожигетович добавляет три круглые башни. Система защиты становится все более и более сложной. Специальные отверстия для лучников. Потом появляются бойницы, огнестрельное оружие. Наверху башен устанавливают приспособления для запуска снарядов. Вот так, собственно говоря, идет процесс совершенствования. Узкие проемы на шильоне, расположенные на фасадах, обращенных к горе, это архитектурные оборонительные элементы в конструкции замка. Пробоины в стенах или башнях, типа прорезей для стрел, бойниц и пушечных отверстий, позволяли защитникам препятствовать продвижению нападающих, оставаясь при этом защищенными. Сначала появились луки и арбалеты, затем пушки и другое огнестрельное оружие. Если нападавшему удавалось приблизиться к стенам, через строительные леса бросались снаряды малой дальности, те же, например, камни. Круглые башни были лучше квадратных, так как в них было меньше слепых зон и они могли лучше противостоять атакам с помощью таранов. С изобретением пороха замку пришлось снова адаптировать свои защитные сооружения. Были сделаны бойницы для огнестрельного оружия и так называемые орудийные порты для пушек, а также прорези для стрел. Широкое использование пушек стало крупным военным достижением, которое положило конец крепостным замкам. Вообще, про то, каково это было владеть замком, я сделаю отдельный выпуск. Подписывайтесь, ставьте колокольчик и если вам интересна вся эта замковая тема, то вы точно ничего не пропустите. Не, вы представляете себе вот эти вот старовенные мечи вообще в средние века, которыми воевали. А вот такой вот меч в каком-нибудь 13-14 веке мог весить 4 килограмма. Назывался он супер меч. Длина вот такого меча могла достигать, ну вот мой рост, полностью мой рост. Вот такой вот меч. И в шильоне как раз можно посмотреть на вот эти вот всякие представленные вооружения. Вот такая вот хреновина, называется Мургенштерном, ребята. Вот как выглядит настоящий Мургенштерн, представленный в шильонском замке здесь в Швейцарии. Но меч, а это не единственная тяжеленная фиговина, которую приходилось таскать одневековым рыцарям. Аркебуза. Еще одна штуковина с очень забавным названием, которая весила под 10 килограмм, ребята. Но она появилась чуть больше, а еще она стреляла. Это вот такая вот ружбайка, 10, почти 10 килограмм. Представляете, да, держать вот 10 килограмм вот так. Или там, пу-пу-пу-пу, как ковбой, начать с нее пулять. Не, не получится такая фигня. Ее надо было поставить еще. То есть к ней еще была специальная дополнительная установка, для того, чтобы ее поставить и пулять. С экстерьером замка понятно. А что там по интерьеру? Ну, пойдем. Романская мебель, которая также была подвержена изменениям в моде, сохранилась до наших дней в небольшом количестве. Самая старая мебель в шильоне датируется 12 веком. Представьте себе, мы можем увидеть здесь какой-нибудь стол, которому 900 лет. Готическое производство мебели – это как раз расцвет мебельного искусства. По срокам это где-то 15 век. Как обогревали замки? Здесь есть камин 13 века. Он был основным способом нагрева шильона. Еще один здоровенный обеденный зал. Кстати, во многих замках не один обеденный зал. Их может быть несколько, может быть как в Виндзорском зале. Их вообще там несколько десятков. И посмотрите, столы, здоровенные столы, куда можно сразу же толпу корешей посадить. Камин еще раз тоже. Мы видели над камином, где огромный, огромный просто камин. Готовили еду как? Вот где-то на охоте там медведя завалил, или там кабанак какой-то поймал. И вот прям целиком вот это вот в этом огромном камине, там где-то жарится на вертеле. Потом все это подается вот так вот сваливается на этот столб на огроменный. В общем, приблизительно так все это дело выглядело. Фотоспальня 16 века. И тогда вот эти кроватки, они были меньше. Потому что люди были, в принципе, по росту ниже, чем мы. Вот эта кровать. И у нас 170 сантиметров. То есть я уже с моими 180 не влезу, разве что по диагонали. Кстати, там в углу печка. Самое интересное, закидывались поленья, трава. Не с этой стороны, а с той стороны комнаты. И тогда нужно, получается, было обойти с другой стороны. Хотя я не думаю, что это делали вот эти вот царские особы. Или кто жил в этих кроватях. Вот видите, в другой комнате. Вот, пожалуйста, здесь ты, правда, стул. Вот, пожалуйста, такая вот штука. Я на самом деле думаю, знаете, в чем логика? Что, ну, вот пришел там царь, батюшка. Он там лег. Чтобы у него там не мешались вот эти вот дрова, поленья. Там под ногами. Он не спотыкался. Они обугали потом. Сюда все понакидали с этой стороны. Да? То есть все вот это вот. Рабы сделали. А, ему там тепло и хорошо. Вот соседняя комната. Здесь, смотрите, камины. Размер, по-своему, покажу. Камин. Где-то 2 метра высотой. И тут же висят побрякушки для того, чтобы... Можно было приготовить еду. То есть, чтобы далеко не ходить. Еще одни царские палаты. Смотрите на потолок. Ну, понятно, что это все реставрировано. Здесь, смотрите, прикольная штука. Здесь есть вот такой специально сделанный выход на винтовую лестницу, чтобы убежать или в погреб, или на башню куда-то. Это, короче, для того, чтобы можно было свалить потихо, и когда тебя там атакуют. А тогда же очень часто кто-то хотел или завоевать замок, или там завоевать не только замок, но и землю. Все. Вот такие дела. И трон. Трон, трон, трон. Как и многие замки, Шильон не исключение. Он рассказывает историю, и сейчас это музей, где есть и мебель, и оружие разных эпох, и рукописи. В общем, все, что рассказывает историю этого места. А что насчет немытой Европы? Вы думаете, я обойду эту тему стороной? А давайте-ка отыщем здесь ванную комнату. Ну, и, конечно же, ванна в комнате рядом со спальней. Немытая Европа. Средние века. Ну, вообще, на самом деле, ванна дома, в комнате, чтобы была, это была привилегия для небедных ребят. Вопреки общепринятым представлениям, гигиена имела место быть в средние века. Домашняя ванна была привилегией влиятельных и богатых людей. Это была деревянная ванна, накрытая простынями. Простыни стелили с целью избежания занос. Ванну ставили в спальне лорда или в соседней комнате, где можно было наслаждаться теплом от камина. Делали еще и специальные навесы, закрывавшие ванну. Во-первых, это создавало теплую и душевную атмосферу. Во-вторых, эдакая турецкая банька получалась, чтобы пар не улетучивался в холодные стены замка. Интересно, что подобная ванна могла быть приготовлена и для дорогих гостей с дороги. Горячие ванны могли приниматься под аккомпанемент музыки. Существовали также коллективные заведения, общественные бани, открытые для всех, предназначенные не только для того, чтобы помыться, но и чтобы хорошо провести там время в компании друзей или подруг. Ну вы поняли. И тут вы мне скажете, Егор, ну что же там, ведь Европа была немытая, грязная. Вы знаете, если погулять по замкам, зайти в музей в небольших городках, то можно развеять многие мифы. В том же музее Базеля можно найти картины 15-16 веков, где изображались общественные бани, как для знати, так и народные. Guys, смотрите на что это похоже. Ну конечно это похоже на туалет. Сейчас я вам показываю. Это средневековый туалет. То есть, не знаю почему их два штуки. Его вообще использовали просто для того, чтобы отходы какие-то туда сливать. Ну и конечно же выходить в туалет. И высота там, ну мне кажется метров 15. Какие еще моменты тут прикольные. Что раньше вот эта вот дырка, ее знаете еще для чего могли использовать? Когда опять же атакуют замок, через нее могли попытаться проникнуть сюда. Понимаете? То есть это, как они говорят, было слабое место замка. Вообще это слабое место не только у замка, я бы сказал. Ну вот. Представьте, сидите вы в своей средневековой круглой ванне возле камина. И где-то из-под полов доносятся вопли узников. Да, ребят, не забывайте, что эти величественные замки были еще и тюрьмами. Спускаемся в подвал из Шильона. Здесь на южной стене можно увидеть рисунок углем, который намекает, что мы в правильном месте. Датируется он серединой 15 века и изображает распятие Христа, Богородицу и Святого Иоанна. Их сопровождают персонажи, редко представленные в подобной сцене, но которые как бы успокаивают. Святая Екатерина является покровительницей умирающих. Святой Христофор защищает от смерти без исповеди, а Святого Антония призывают от адского пламени. Происхождение этого произведения в настоящее время неизвестно. Возможно, эта картина облегчала переход приговоренного в загробный мир. Вот именно к этому столбу был прикован Банивар, который просидел здесь 6 лет. Мне, честно говоря, сложно представить, как можно вот так просидеть в тюрьме 6 лет. Это была тюрьма, и здесь сейчас, когда гуляешь, на улице около 10 градусов светит солнце, а здесь я даже накинул на себя рубашку теплую, потому что реально прохладно. Франсуа Банивар. Был знаменитым шильонским узником. Часть своего заключения он провел в этом подвале, живя в полутьме, развлекаясь разве что своим воображением. Банивар был сторонником Кальвина, и во время борьбы с герцогом Савойски в 1530 году он был арестован Савойской армией и заключен в тюрьму в Шильоне. Он провел в подвалах 6 лет, пока не был освобожден Бернцами в 1536 году. Заключенный в этой подземной комнате и лишенный возможности наслаждаться пейзажем, пленник мог слушать только плеск волн и наблюдать отражение света на озере. В хрониках Женевы, которые он написал после освобождения, было следующее. Я четыре раза в жизни рассказывал о том, что происходит в мире и о том, что происходит в Шильоне. Они бросили меня в подвал, пол которого был ниже уровня озера, над которым располагался Шильон. Прикованный цепью к пятому столбу подвала, не имея возможности приблизиться к узким отверстиям, выходящим на озеро, заключенный с ужасом представлял, что его держат под водой ниже уровня озера. Позже об этом шильонском узнике напишет поэму Джордж Байрон. Цепями теми были мы к колоннам тем пригвождены, хоть вместе, но разлучены. Мы шагу не могли ступить, в глаза друг друга различить. Нам бледный мрак тюрьмы мешал, он нам лицо чужое дал, и брат стал брату незнаком. Была услада нам в одном, друг другу голос подавать, друг другу сердце пробуждать иль былью славной старины, иль звучной песнею войны. Но скоро тоже и одно во мгле тюрьмы истощено. Наш голос страшно одичал, он хриплым отголоском стал глухой тюремной стены. Он не был звуком старины, в те дни поднобно нам самим, могучим, вольным и живым. Мечталь, но голос их и мой всегда звучал мне, как чужой. Здесь в одном из зале представлена коллекция сундуков, маленькие, большие. И вообще сундуки в то время они выполняли... Какие функции они выполняли? По сути, это и шкаф, ну и, естественно, сундук для хранения одежды. Большие предназначались для вещей, поменьше это какие-то хранили драгоценности там. Сундук это одновременно и шкаф, и, собственно говоря, сундук и чемоданы. Вот такие вот часы 1543 года. Я, честно говоря, думал, что это какой-то подъемный механизм. Смотрите, привязаны вот такие булыжники, глыбы. Здесь внизу вот такая штуковина. А это, оказывается, часы 1543 год. И проработали они до 1897 года. Друзья, если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк этому видео. Если вы впервые видите канал мой, обязательно подписывайтесь. Я уже работаю над вторым выпуском про Шильонский замок. Это не все. Будет еще много интересного о замках и вот такого рода историях. Не забывайте, что у меня есть и второй канал про международное образование, где я рассказываю о возможностях учебы и переезда за границу. И разные интересные истории о крупных компаниях, известных людях, которые меняли мир. Называется канал Smaps Education. В описании к данному ролику вы найдете все полезные ссылочки. Там и сайты, через которые я бронирую. Отели и туры. Много всего интересного. Смотрите, подписывайтесь, переходите, добавляйте меня во всех соцсетях. Пока, увидимся в следующих выпусках.